Так, первое запомнили, да, мужчина? Три стадии. Вот ты, допустим, нигде не устраиваешься, ты посмотри на свою жизнь, вставать рано не можешь, вредные привычки у тебя, жена говорит, господи, да не могу я с тобой жить. Хорошо, значит ты на первой стадии, развивайся как личность, не найдешь ты себе нормальную работу, просто найди любую, и тогда ты сможешь быть нормальным человеком, просто найди любую работу. Тебе надо найти работу любую. Понимаете, это очень важно понять, иначе ты никуда не сдвинешься. Это первая стадия развития мужчины, личности. Вторая стадия, ты чувствуешь, ты уже нашел работу, ты нашел работу, все классно, но ты не можешь отдыхать, ты упахиваешься, у тебя нет отношений ни с женой, ни с детьми, что-то все плохо, все тяжело, ты находишься на второй стадии развития. Ничего страшного, все хорошо. Просто тебе сейчас нужно сделать одну вещь для себя. Просто начни учиться отдыхать, начни заряжать свои батарейки. Ты истощен, ты замучен. Начни заряжать свои батарейки, отвлекись от работы. Говоришь, мне некогда, мне надо повышение там подложения под деньги, там то да сё. Ты скоро просто надломаешься. Ты находишься в пяти стадиях существования. Первая стадия, птица счастья завтрашнего дня, всё будет хорошо. Вторая стадия, усталость. Третья, надлом. Четвёртая стадия, человек теряет себя. И пятое, он начинает всё сначала. На какой ты стадии? На супер-пупер, на усталости, на надломе, где ты находишься? Просто пойми, что тебе надо поменять мышление. Работа тебе не поможет. Человек должен ставить выше всего этот рук души своей, работу над собой. А работа тоже хорошо. Но ты работай на тех батарейках, которые ты заслужил во время работы над собой. Вот сколько накопил, столько у тебя будет сил. Не надо себя вымучивать. Если ты перенапрягаешься, значит, ты будешь потом это перенапряжение на жене скажется, на детях. И третья стадия развития мужчины. Мужчина баланс входит. У него каждый день правильный режим дня, молитва. Он уже в это время избавляется от вредных привычек. Он знает, что он сколько что заслужил, там и работает. Для него главная ценность – это правильное отношение с людьми. Он пытается научиться больше любить труд, а не деньги. Отвлекается от денег. Пытается понимать формулу, что чем больше я люблю свое дело, людей там, и чем больше я для Бога работаю, тем больше у меня развития. Уважает научиться принимать сначала начальство старших, а потом уважать, несмотря на все их недостатки. Это ему помогает развиваться социально. И когда уже мужчина на третью эту стадию вышел, развитие, вот тогда я ему рассказываю дальше, что делать в деятельности. Первое. Есть четыре стадии развития человека, который уже стал человеком. До этой стадии он еще не человек, он приближается к этому. Итак, мужчина, который может сбалансированно жить, это значит, он ведет разумный образ жизни, разумное существование. И у него есть четыре стадии развития. Первая стадия. Он растормаживается, думает, блин, да я хочу делать то, что мне нравится. Замечательно, делай. Но первая стадия называется хобби. Это значит, что ты будешь делать, и это не будет никому надо. Ну, то есть, никому не будет надо. Почему? Потому что ты не видишь людей, ты видишь только, что тебе нравится. А то, что тебе нравится, другим точно не нравится. Потому что это твое, а не чужое. Научись видеть других. У меня, когда ребята учатся, когда у меня методикам, когда они растормаживаются, они говорят, ты, Олег Геннадьевич, я научился подбирать камни. Я чувствую, что я подобрал камень. И я знаю точно, кому он подобрал этот камень. Себе, правильно. Точно. Себе. Ему точно подходит на все сто процентов. Но этому человеку, которому подбирал, он его даже не видит. Вот эта первая стадия называется хобби. Человек картину нарисовал, продает, она никому не нужна. Он говорит, да она же красивая, смотрите. Все видят, что некрасивая. Потому что он себе нарисовал. Человек готовит пищу. И говорит, кушайте, все кушают. Почему? Потому что он себе приготовил. Он наполнил ее эгоизмом. Я приехал на курсы по Эрведе, один доктор. Он все, все лекции про то, что огурцы вредны для здоровья. Я посмотрел, ему огурцы не подходят. Первая стадия. Думаю, дальше слушать не буду. Что там слушать? Человек не развит просто. То есть он, вот, первая стадия врача, это тот, кто вот мне помогло, значит всем будет помогать. И он этим всех лечит, вот, что ему помогло. Ты не развитый человек просто. Первая стадия называется хобби. Денег не будет. Почему? Потому что ты пошел развиваться. Тебе интересно работать уже. Супер. До этой стадии, пока мужчина не развит, на стадии ватрушки вообще, Бог еще не придумал работу, которая мне нравится. Замечательно, развивайся. Вот. Вторая стадия. Упахиваешься. Развивайся, хорошо. Нет проблем. Но когда ты разобьешься, ты выйдешь на состояние энтузиазма. Тебе захочется что-то делать, захочется жить. Ты будешь... Пойдешь радоваться жизни и выйдешь на первую стадию предназначения человека. Первая стадия раскрытия предназначения человека называется хобби. Это значит, что будет классно, интересно, а денег нет. Замечательно. Потерпи чуть-чуть. Придет время, и тебе надоест так жить. Ты скажешь, что-то Олег Геннадьевич, наверное, говорит неправильно. Трудиться надо не там, где нравится, а там, где есть деньги. И выйдете таким образом на вторую стадию и будете думать, ну что же я могу делать так, чтобы получалось. Чтобы деньги были, чтобы не платили нормальные деньги. И человек находит такое место себе и чувствует, вот здесь у него получается. И он выходит на вторую стадию, которая называется способности человека. Это стадия развития человека в деятельности. Способности. Что значит? Человек работает, у него хорошая зарплата, все получается, но он там устает и ему там не нравится. Вот две проблемы всего. Сначала ему по барабану, потому что деньги есть, слава богу. Он там квартиру зарабатывает, ему некогда вообще об этом думать. Но потом думает, да что, всю жизнь что ли я буду работать, где мне не нравится? И он думает, а как же найти, где мне нравится? И у него приходит замечательное решение, суперское решение. Спросить Олега Геннадьевича. Он же знает мою природу. И все, вот он мне сказал, и я буду работать там, где он сказал, и все будет классно. И он меня спрашивает, то есть поднимает руку, я вам расскажу реальную историю. Говорит, Олег Геннадьевич, где мне работать? Я говорю, работать там-то там. Какого ваше предназначение? Я специально с ним немножко так подыграл ему. На следующей лекции я говорю, вы поменяли работу? А он меня сильно спрашивал, он говорит, скажите мое предназначение. Говорю, вам рано об этом знать. Нет, скажите. Я говорю, хорошо. Вот такое у вас предназначение. На следующий день я говорю, вы поменяли работу? Говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? А мне работу терять? Поэтому не спрашивайте. Предназначение человек может понять только своим сердцем. Так же, как будущую свою жену или мужа. Только своим сердцем. Нечего спрашивать. Так же свою веру. А какая у меня вера, Олег Геннадьевич? Не спрашивайте. Только своим сердцем. А в какой стране мне жить? Не спрашивайте. Только своим сердцем. Ну, поедите туда. Ой, там не получится. Поехали туда. Олег Геннадьевич мне сказал. Да он виноват. Так человек мучается, мучается. И куда бы он ни устроился, все одно и то же. Он работает. У него нормальная зарплата. Но ему это не нравится. Почему? Потому что он для того, чтобы попасть в зону своего предназначения, должен понять, что эта зона находится в сфере разума, а не сфере ума. Когда способность человека находится в уме. А ум это такая структура, которая всегда в нужде живет. Ум говорит, дайте денег, дайте денег, дайте счастья, дайте любви. Он всегда дай, 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 дай. Ум так настроен. А разум, он настроен отдавать. Если человек из состояния дай, дай, переходит в состояние отдавать. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. То есть, он неизвестно давно, бескорыстная дружба мужская. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. То есть, человек начал отдавать, он хочет отдавать. В этом заключается жизнь. Он понимает, что в этом заключается жизнь. И тогда он переходит на третью стадию развития. Он просто начинает делать то, что ему, ну как бы, по сути, что людям помогает. Он думает, я должен людям пользу приносить. Не важно, сколько денег платит. У меня был выбор, когда я был студентом, все время на лекции сидеть или людям помогать. Я шел людям помогать. Из этого меня чуть не выгнали из института. Но так как я уже научился людям помогать, я в это время лечил уже сына проектора института. По учебной части. Когда декан ему подал документы на меня, тот смотрит, мой лечащий врач. И подписал. Я был в это время на четвертом курсе. Я уже все, мне хотелось просто отдавать, лечить людей. Не хотел вообще, забывал про себя, про свою жизнь. И люди говорили, давай теперь ко мне. Я в палату захожу какую-нибудь. Кому помочь? Они уже знают, что есть такое. Ну все там меня считали в институте. Космонавт есть такой вот он. Ходит всем и помогает. Ну помоги мне. Все улыбаются. Я там топки начинаю массировать. Еще он говорит, о, мне правда легче стало. Я говорю, то следующее. Я хотел всем помогать. Вот. И, кажется, это и есть правильный путь. Я не знал тогда, что правильно, что неправильно. Просто делал то, что мне сердце подсказывало. И каждый человек должен встать на этот путь. Он должен сначала просто по моему приятелю устроиться на работу и так далее. Понимаете? То есть, это и есть правильный путь. Надо войти в это состояние. Человек, когда входит в это состояние, он приходит к своим предназначению. У человека есть всего четыре предназначения. Четыре варианта. Состояние разума. Четыре состояния разума. И эти состояния разума копятся у человека много жизней. То есть, у него все соткано для этого. Понимаете? Для такой вида деятельности. И надо понять, что вот эти четыре предназначения, они значат четыре специальности. Допустим, врач может быть первой категорией, второй, третьей, четвертой по состоянию разума. И все это будут разные врачи. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас не говорю о видах деятельности. Я говорю о способе действовать. Это называется предназначение человека. Итак, первая категория людей. Это значит, что способ действовать, это давать людям знания. Это может быть консультант или идеолог на производстве. Или это может быть юрист, или это может быть священник, или врач, или это может быть даже тот, кто программы компьютерные пишет. Но не важно, важно результат. То есть он дает людям знания. Он через это развивается сам и развивает других людей, зарабатывает деньги на себе, на жизнь. Понимаете? И чтобы человек по этой природе работал по-настоящему, он должен быть развитым. Потому что главное для этого человека, это заботиться о людях. Люди первой категории вот этой, у них есть определенные природные недостатки. Они гордятся своими знаниями, это их недостаток. Они стремятся к карьеризму, то есть кандидат наук, доктор наук, академик и так далее. Член КОР. Ну то есть, понимаете, они стремятся, это их природный недостаток, гордость своим познанием. Когда человек в первой категории гордится своим познанием, он становится отшибленным, он никому не нужен. Хотя он может занимать высокое положение, иметь деньги, но счастья у него не будет. Потому что человек в первой категории должен давать людям возможность получить знания, менять людей с помощью знаний. В этом его долг перед Богом. И допустим, есть врач, допустим, первой категории, он просто любит лечить людей. Первая категория, ну то есть четвертая категория, любит лечить людей. Третья категория, он продает лекарства и помогает с помощью этого людям. Тоже нужно, чтобы лекарства кто-то продавал. Вот. Третья категория, это начальник больницы, главврач. И первая категория, это врач, который дает людям знания о том, как жить в здоровой жизни. Понимаете, все это разные категории людей. Итак, как вот ребенок рождается в первой категории? Маленький ребенок, он уже вот такой никогда не поменяется в жизни. Природа человека не меняется за всю жизнь. И смешанных природ тоже не бывает. Вот, допустим, человек в первой категории, он рождается, он как выглядит? Маленький ребенок. У него очень мудрый, спокойный взгляд. Он смотрит на вас невозмутимо, очень глубоко, мудрый такой. Думает, о, мудрец родился. Это первой категории дети. Они обычно наблюдатели. Они в играх сильно не вовлекаются, не участвуют. Они за всем смотрят, наблюдают, что происходит. Изучают этот мир. Если они вовлекаются в игру, они всегда пытаются консультировать, как надо делать. Допустим, я когда играл в футбол, я всегда видел, что вот здесь неправильная схема там и так далее. То есть, я, ну как бы для меня важно было знание, как правильно играть. Понимаете? То есть, у каждого в футболе своя цель. У меня была такая цель. Не мяч забить, а как бы, а понять, как правильно играть. Чтобы была правильная структура. Я как тренер пытался играть. Дети первой категории, они по природе аскетичны. То есть, они не склонны к деньгам, там у них большого интереса нет. У них есть интерес к познаниям. Они любят изучать. Знайкин. Знайкин такой в очках, такой все считает, изучает. У него на все есть свое мнение. У него он сильно любит спрашивать, задавать вопросы и слушать. И потом делать выводы. Он любознательный этот человек очень. Он все изучает, читает, пытается понять. Он также пытается понять, как устроена жизнь. То есть, изучает ее. Дает знание, получает знание. Такой человек, когда первая категория считает, что знание спасет мир. Он считает, что люди будут счастливы, если будут иметь знание. Он в это сильно верит. Неразвитый человек этой категории может действовать как угодно. Он может быть и как бизнесмен, и как руководитель действовать. И просто как тот человек, который любит свою работу. Но это значит, что он будет действовать на уровне способностей, а не на уровне своей природы. Но когда он выходит на уровень своей природы, он будет делать так, действовать через передачу людям знаний. Например, он в руководстве находится, но он будет чем заниматься? Он будет обучать, тренинги устраивать для руководства, вдохновлять подчиненных работать, объяснять им, как эффективнее трудиться. Понимаете? То есть, у него будет такая деятельность первой категории. Может быть, учителем такой человек и так далее. Много-много специальностей. Везде есть ему место, этому человеку. Вторая категория людей. Маленький ребенок рождается, второй категории, рождается исполненный чувство собственного достоинства. Он смотрит, вот маленький ребенок, вы смотрите ему в глаза, он такой, смотрит на вас. Кто такой? Откуда взялся? Чего хочешь? В чем дело? Правильно, неправильно? Сейчас разберемся. Поднимите руку, у кого такой взгляд был у ребенка? Все, вот это второй категории. У кого первая категория? Мудрец такой родился. Замечательно. Обычно у людей второй категории, рождаются второй категории дети. Вот, допустим, вы второй категории, вы управляющий по природе. Вы тоже, вот женщина с мужем, тоже у вас такая категория, управляющая вашей природой. Значит, скорее всего, ребенок тоже такой родился, как бы, и будет тоже, как бы, серьезный такой человек родился. Ну, это тоже такой же категории, с полным чувством, собственно, достоинства, такой, как бы, важный человек. Значит, он старший для людей, родился старший для людей. То есть, он должен быть правителем, должен руководить всеми. И эти люди, вот, допустим, если первая категория люди любят скромно одеваться, они, как бы, для них главная истина. Не важно, там, какое положение в обществе занимают. То людей второй категории, им очень важно иметь высокое положение в социуме. Потому что их цель – это социум. Если в первой категории людей цель – это человек, то есть он человеку дает знания. То второй категории люди считают, что правильное устройство мира спасет жизнь людей. Люди будут счастливы, если правильное управление будет, они так считают, они за это болеют душой. Понимаете, это вторая категория людей. И у них на это есть природные качества. Такой человек обладает силой власти второй категории. Если первой категории он силой знания обладает, то второй – силой власти. Второй категории по природе человек храбрый, он говорит правду, говорит, я с вами все равно не согласна. Вы так считаете? Я всегда так буду считать. Это сила власти. То есть у него есть свое мнение. У человека второй категории. Он одевается статусно, соответствуемым статусам. То есть одежда его, она имеет важное значение в его жизни. Он не пренебрегает одеждой. Он понимает, что люди должны его воспринимать правильно. Очень внимательно следит людей, всегда оценивает, что это за человек. Люди второй категории очень сильно разбираются в людях с точки зрения их принадлежности к деятельности. Он смотрит, что это за человек. Люди второй категории, когда приходят на лекцию, они смотрят на меня и думают, так, лектор, не лектор, лектор, не лектор. Ага, лектор, слушаем. Не лектор, уходим. Не сразу. То есть они врубаются сразу в человека. Потому что им надо работу людей брать, им надо разбираться в людях, иначе они прогорают в своей деятельности. Люди второй категории храбры по природе. Они могут отстаивать свое, сражаться. Женщины, мужчины имеют храбрость в второй категории. Это их природа. Они с рождения такими уже, детьми родились такими. Вот. Люди второй категории уважают старших от природы. И покровительствуют младшим. И они способны дружить, сильно дружить с равными. То есть если они будут дружить, у них не будет власть. Какие недостатки людей второй категории? Недостатки такие. Гордость своей властью. Гневливость. Жестокость. Недостатки. Опасный недостаток злоупотребления властью, когда человек берет больше, чем положено. И в результате теряет уважение людей к себе. Потому что власть поддерживается только через уважение. То есть когда человек уважают, он способен быть властным. Перестали уважать, теряют власть. Такой человек должен всегда жить правильно в социуме. Второй категории. И первой категории. Никогда не заниматься негреховной деятельностью. Иначе он теряет силу быть в своей категории. Люди второй категории понимают, что такое старший. Кто такой старший. Они умеют быть старшими. Они знают, что такое наказание. Большинство людей не знают, что такое наказание. Не понимают, зачем вообще кого-то наказывать. Люди этой категории знают, что насилие может быть благом для человека, а не грехом. Не вредом. Не вред. Люди этой категории понимают, как они ориентируются в законах страны природно. Понимают схемы отношений разных. Политика для них это не что-то мерзкое. Это способ достижения цели. То есть они знают, как правильно с кем разговаривать. Выбирают способ отношения, беседы. Запомнили их качество природное этих людей? Второй категории. Если у человека нет этих качеств, он решил руководить людьми, но наказывать не может. Человек подходит ко мне. Олег Геннадьевич, вы знаете, я наказывать людей не могу, но я управляющий. Я говорю, перестаньте быть управляющим. Говорит, почему? Говорит, потому что это не ваша природа. Вы должны любить, наказывать, уметь наказывать людей. Не любить, а уметь наказывать людей. А что, по-другому никак не решишь вопрос? Нет, не решишь. Иногда надо людей наказывать. Третья категория. Ребенок рождается, смотрит на родителей. Смотрите на мой взгляд. И он такой, давайте дружить. И все такие, ой, родился какой хорошенький. И он и с этим дружит, и с тем дружит. И всех он любит. И со всеми находит общий язык. Третья категория. Бизнесмен. Означает, что человек обладает природной способностью к общению, построению отношений. Он везде как бы способен все. И как-то незаметно у него появляются деньги из всего этого. Никто не знает, как произошло. Он, допустим, меняет марки всем, дает самые лучшие марки. Говорит, ты хочешь эту марку? Давай, возьми. А мне вот это нравится, давай мне эту. Ты думаешь, ну ладно, я уже взял, надо давать. И он, самые лучшие марки все у него. А ты не знал об этом. Что есть какие-то категории марок. И он все это по категориям все сложил. Показал, вот смотрите, альбом меняют на велосипед. Люди второй категории, третьей категории. Природно. Очень общительные. Способные видеть, кто обманывает, кто нет. Способные дружить. Они способны извлекать прибыль незаметно из всего. И это не является для них грехом. Эти люди, если люди первой категории людям дают знания, второй категории они дают людям защиту. То есть они работу людям дают. Дают возможность мирно жить в социуме, без войны. Защиту дают. Второй категории люди. Даже милиционер это второй категории человек. Есть разного развития люди, поэтому они занимают разное положение в обществе. Человек, допустим, в структурах власти и работы, он второй категории. Он может быть милиционером или просто солдатом. Но если это его природа, воевать, значит он второй категории. Просто не развит. Может стать генералом потом, когда разовьется. Или просто управляющим завода. Третья категория человек, он хочет, чтобы все процветали. Его цель это наполнить богатством этот мир. Это его обязанность перед богом. И поэтому бог ему дает деньги, для того, чтобы он эти деньги вкладывал в детские сады, в школы, в нищих, безработных, в образование людей, в социум. Во все социальные сферы должны люди третьей категории вкладывать деньги. Люди второй категории должны установить власть правильную, управление правильным всем. А первая категория дает знание, как это делать правильно. Без знания тоже ничего не сделаешь. Итак, люди третьей категории имеют природные недостатки, жадность, склонность обманывать, разводить народ. Да, продаю апельсины в кучке три штучки. Знаете, классику советского кино. Вот это люди третьей категории в кучке три штучки. Их характер там показан неправильный, то есть обманывать, разводить народ там и так далее. Общительность, со всем может договориться. Хитроватый такой, радостный, хитроватый такой взгляд. Ну что, покупаешь величину? Вот. Но при этом они щедрые по природе, они могут подарить легко, могут накормить. Они гостеприимные, щедрые по природе эти люди. Второй категории люди тоже гостеприимные. Но они любят статусно все это делать. Всех подряд приглашать не будут. Гости. Люди второй, третьей категории также способны управлять людьми. Но они не дают людям постоянную работу, они дают людям возможность зарабатывать. У них временно создается просто артель какая-то, то есть люди заработали, разошлись. Между ними нет трудовых каких-то соглашений, кроме зарплаты. Поздельная такая, то есть отношение, временное отношение. У них нет структуры, они не структурируют людей, не создают социум, не создают рабочие места. Они просто временно зарабатывают и разбегаются. Люди третьей категории так трудятся. Или они подчиняются тем, кто создает социум и у них подчиняются. Работают на постоянный. Люди четвертой категории, люди по природе, очень увлеченные. Ребенок такой рождается и он, у него такой взгляд, ему что-то нравится, а чего он еще не понял, что-то делает. И когда он видит конструктор, начинает там мастерить сразу, ему нравится. Главное, чтобы дали что-то мастерить, что-то делать, и он счастливо трудится. Человеку третьей категории, ребенку, ему нужно общение, если не с кем общаться, он орет. Ребенку третьей, второй категории, нужно управлять, ему надо командовать кем-то всегда. Поэтому он когда с мамой, мама командует, с папой, с папой командует. Ну все равно, главное, чтобы дали кем-то команду. А первой категории, ему нужен процесс познания, или кто-то должен ему что-то рассказывать, сказки там какие-нибудь, или он сам рассказывает. Мама им не рассказывала все время стихи, я наизусть их учил. И когда не рассказывала, я начинала орать. Потом опять рассказывала, я слушаю, учу. И потом, когда мы на остановке стояли, нечего было делать, час, автобуса нет. Она меня поставила, там телега какая-то была старая, она поставила меня на эту телегу, и я начал рассказывать стихи. Мне было три с половиной года, первая лекция. Начал рассказывать стихи, рассказываю. Она удивлилась, ничего себе, он так рассказывает активно. И люди собрались, слушают, окружили меня, слушают. Бесплатно лекция платила. Дядя Степа Великан. И так далее. Дядя Степа Великан. Спасибо. Продолжение следует...